Привет друзья, с вами на связи опять Куликов Сергей и в этом видео уроке мы с вами заведем электронный кошелек Яндекс.Деньги. Для этого мы перейдем в наш браузер и перейдем на сайт Яндекс.Ру. Далее, вот в этой формочке мы вводим наш логин и пароль, чтобы войти в наш почтовый ящик. То есть я вбиваю то, что мы недавно с вами сделали. Вбиваю логин, вбиваю пароль и нажимаю кнопку Войти. Итак, мы попадаем в нашу менюшку. Далее, вот тут наверху будут такие вот вкладочки. Фотки, мой круг, музыка, деньги, диск, поиск и так далее. Так вот, нам необходимо нажать на вкладку Деньги и мы попадаем в сервис Яндекс.Деньги. Видите, появляется такая вот еще приставочка. Раньше было просто Яндекс.Ру, а теперь Мани Яндекс.Ру. Итак, как начать пользоваться Яндекс.Деньгами? Откройте кошелек. Логин уже есть, теперь нужен только платежный пароль. Нажимаем, откройте кошелек. И появляется вот такая вот форма. Здесь появляется ваш логин, на который будет заводиться счет в Яндекс.Деньгах. И здесь вот необходимо указать мобильный телефон. Для чего это нужно? Допустим, так, я не буду использовать телефон для восстановления доступа. Ну, когда вы, допустим, потеряете пароль или для подтверждения платежей, вам будут приходить смски с кодами. Так вот, вы будете вводить эти коды и будет совершаться оплата. Но я лично сейчас плачу через Яндекс.Деньги, не используя этот мобильный телефон. Я использую просто платежный пароль. Вот видите, написано, нужно, чтобы подтверждать платежи и быстро восстанавливать доступ к кошельку, если вы забудете пароль. Итак, ну, вы здесь введите свой мобильный телефон, потому что мой мобильный телефон я недавно привязал уже к своему кошельку, к основному. А когда регистрировался я, я вот здесь вот телефон не указывал. Я нажал просто «Продолжить». Вы не заполнили это поле, значит, это уже все-таки обязаловка. Давайте я введу свой телефон тогда. И нажимаем кнопку «Продолжить». Сейчас мне на телефон должна прийти смс-ка с кодом. Вот смс-ка пришла. Мы отправили на этот номер код подтверждения. То есть, вот я код получаю. И вот сюда, вот в это поле, этот код я ввожу. Далее, что мы выбираем? Мы выбираем способы защиты платежей. Пароль в смс, либо постоянный пароль. Вот у меня пароль в смс сейчас не стоит. У меня стоит постоянный пароль. То есть, когда я что-то оплачиваю через Яндекс.Деньги, у меня появляется такое поле, что я перехожу на страницу вот эту вот Яндекс.Деньги. И необходимо мне здесь ввести платежный пароль. Можно, конечно, поставить пароль в смс, но я как-то изначально поставил платежный пароль и им до сих пор пользуюсь. Итак, давайте придумываем платежный пароль. Ну, например, я введу вот такой. Теперь подтвердить пароль необходимую. Вводим еще раз платежный пароль. То есть, платежный пароль, он отличается от того пароля, от почтового ящика. Это разные пароли. Так что, не спутайте. Значит, вставляем почту, к которой будем привязывать этот кошелек. Далее, ставим галочку, я принимаю пользовательское соглашение Яндекса. И нажимаем открыть кошелек. Сейчас идет процесс регистрации. Все. Кошелек нам завели. Сейчас смотрите. Появляется, видите, такое поле написано. Это номер вашего счета. Используйте его, чтобы пополнить счет. Или сообщите другим пользователям, чтобы они могли отправить вам перевод. Итак, вот этот вот номер. Вот это. Это и есть номер вашего кошелька Яндекс.Денег. То есть, если вы будете пополнять его через терминал оплаты. Да, вот как телефон пополняют. То есть, вы приходите. Жмете электронная коммерция. Выбираете Яндекс.Деньги. Вводите вот этот вот номер. Потом кладете какую-то сумму. И эта сумма зачисляется к вам на счет. Вот за место нуля у вас уже здесь будет какая-то там сумма. Вот дальше. Что вы можете сделать? Вы можете привязать карту к этому счету. То есть, если у вас есть пластиковая карта. Ну, какого-либо банка. То вы можете привязать ее к этому кошельку. К Яндекс.Деньгам. И пополнять ее. Либо с карты. Либо наоборот карту пополнять с Яндекс.Денег. И вот такие вот взаимообменные операции могут совершаться. Пополнить счет в терминале, банкомате, салоне связи. Ну, в любом, в принципе, сейчас салоне связи, в любом терминале, в любом банкомате сейчас есть такая услуга, как пополнить Яндекс.Деньги. Так, получить Яндекс.Деньги для собственного проекта или на благотворительность. Ну, вот этим я, если честно, не пользуюсь. Не заморачивался как-то. Ну, и думаю, вам пока это тоже не нужно. То есть, главное, что мы завели с вами Яндекс.Кошелек. Вот его номер. То есть, как его пополнять, вы тоже знаете. Либо через банкоматы, через терминалы, в салонах связи. Либо карту можете привязать. И также на этот кошелек вы будете потом получать платежи или сами что-либо оплачивать. Вот когда мы будем с вами регистрировать хостинг, я вам покажу, как оплачивать вот с этих вот Яндекс.Денег с кошельков. Итак, на этом наш видеоурок заканчивается. С вами был Куликов Сергей. И до встречи в следующих видеоуроках. Субтитры сделал DimaTorzok.